Всем привет, с вами снова Паша Ким и сегодня мы с вами посмотрим на новую игру. К сожалению, она вышла вчера, я не сумел ее записать. А почему я не успел записать? Ты можешь видеть моем инстаграме либо в вкладке сообщества на ютубе. Но это не суть. Игра Silver Chance. Игра это хоррор от первого лица с акцентом на сюжет и исследовании. Ищите подсказки в старом заброшенном поместье, чтобы узнать правду о страшных событиях, которые случились здесь. Это я прочитал описание стима. Стоит она в стиме 395 рублей. Выглядит она, судя по скринам, вполне себе приятно. Насколько она страшная, давай проверим. Что нас ждет? Я надеюсь, что она не будет такой же страшной лично для меня, как Conjuring House, да, вот заколдованный дом. Потому что там я просто умирал. Я умирал и не осилил, короче, ее. Если ты хотели один... Так, новая игра. За русский язык отдельно спасибо. Если ты не видел, то, наверное, и видишь. Там записи нет ни одной на канале. Это было на стримах на твиче. И они не сохранились, к сожалению. Потому что я все бросал. Но графон нам подвезли. Господи! и я врезался в дерево. Конечно, мы врезались в дерево. Кстати, заставки не было никакой. Прямо, судя по машине, года, наверное, двадцатые-тридцатые, да? Двадцатого века. Где я? Ну все, возле поместья разбились. Ну, конечно. Я уже близко. Может быть, там есть кто-то, кто мне поможет. Да, друг? Там тебе помогут. Там нам всем помогут. Тебе и мне. О! Теть, помоги! Теть, дядь! Исчез. Ушел. Что такое? Я ничего не вижу. Ты видишь что-нибудь? Че так потемнело-то? Так должно было быть? Почему так потемнело? Так че-то улыбка низковата. Так должно было стемнеть? Или это баг? Интуитивно добежали до дома. Так опять эти шептуны в головах. Питер, нам нужно скорее уходить. Ты-то ясен пень. Нет. 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 Как я оказался тут? Последнее, что я помню, это авария и дом. Но я вроде отключился за домом. Как я оказался здесь? Очень похоже на Conjuring House. Даже по звукам. Мне уже немножко страшно. А может быть не надо? Ванная, ванная. Дичь всякая обычно происходит. Не пойдем ни в ванную, ни в туалет. Твою-то мать! Это... Это игрушки. Кстати, я надеюсь запись нормально производится, потому что я это... Поменял еще и монитор, и с карты захвата пришлось повозиться, потому что разрешение, короче, вот это вот все. Записка. Так, а... А можно я так прочитаю? Нет? Боже, что здесь произошло? В смысле, а как мне прочитать? А, нажмите F, чтобы открыть дневник. Можно мне это на русском? Во! 31 октября 1900 год. Я остался... Я осталась совершенно одна. Все служанки уволились в страхе за свою жизнь. Я не могу их винить. Если бы я могла убежать от всего этого, я бы так же поступила на их месте. Но все, что могло произойти, уже произошло. Мне не спрятаться. Я не могу спать. Я постоянно слышу их голоса и смех. А еще... Это дьявольское хихик... Это дьявольское хиканье. Оно сводит меня с ума. Я знаю только один единственный способ освободиться от всего этого. Это моя последняя запись. Прощай. Дичь. Дичь. Так, уйди нахрен. Иди, пожалуйста, закройся. Запись в зеркале. Ключ в библиотеке. Хм. Может быть там что-то быть? Блин. Короче, тетка умерла. Тетка нам подсказывает. Мне нужен ключ. Ну, ключ, соответственно, в библиотеке она нам написала. А что так стемнело-то? И мне кажется... Пожалуйста, не надо. Не темней. А можно в шкафу спрятаться? Всё, писец. Если можно прятаться в шкафу, значит всё. Значит, пиши, пропало. Очень темно. Я думаю, тебе ещё темнее. Давай-ка я вот прибавлю яркости. Буквально чуть-чуть. А чё только такой? Такие шаги? Ну давай, ладно. Здесь так темно. Закрой, закрой нахрен. Темно, закрой. Эта дверь не открывается. Тут куколки, балеринки. Я уже не хочу никуда дальше и до комнаты уходить. Но надо, там темно слишком. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, ребят, как у вас дела? Пупсики. Можно я тебя вот кого-нибудь из вас сфоткаю, а? Что это такое? Нажмите Т, чтобы достроить... О! Лампа. Есть что взять? Ничего. Ничего не возьмёшь. Ну как-то они хреново все висят, даже не сделаешь их на превьюху. Так, а лампа за... Подожди, лампа заканчивается или нет? Походу нет, я не думаю. Гром. Гром. Собака, блин. Нельзя блутаться, нет? Ну это до первого скримера. До первого скримера, а потом всё, я кончусь. Мы же знаем, что здесь произойдёт. Самое страшное, это даже не аутласт, понимаешь, был. Самое... А что такое? А, не долез. Самое страшное, это когда призраки пугают. Они потому что вылезают со всех щелей. Ой, не падай. Аккуратно. Есть тут кто-нибудь? Дом выглядит заброшенным, но здесь горят лампы. Может быть тут кто-то есть? Сохранение прошло. Значит есть шанс идти, да? Опа, ну вот, выход, смотри. Кто балуется с мячиком? Закрыто? Ну и не открывайся никогда, я тебя прошу. Так, нельзя днем негде... Ух, блин, тень! Знаешь, мне вообще не нравится то, что тут можно... Так, ну намёк понят. То, что тут можно прятаться. Ух, бляха-муха! Что это было? Что это было? Мне не показалось, что это было привидение. Оно выбралось отсюда, надо спуститься на первый этаж. В смысле, а ты чё, Кэп? Кэп, не надо? Так, что это... Берём... Бери. Открываем дневник, читаем. Кажется, того, кто вел этот дневник, мучили проблемы с галлюцинациями. Пятое сентября 1900 года. После того случая служанки услышали, как я кричал и без моего ведома вызвали доктора Моргана. Возможно, они правильно поступили, но я точно уверена, что слышал тот ужасный голос. Я пытался объяснить про голос доктору, но он настоял на том, что это были побочные эффекты моего лекарства и, возможно, я неправильно употребляю их. Поэтому оно могло вызвать галлюцинации. Мне прописали новое лекарство и доктор попросил нашу няню проследить за тем, чтобы я правильно их пила. Возможно, это и вправду была галлюцинация, а возможно и нет. И боюсь то, что, знаешь, коллективной галлюцинации не существует. Ну и не надо, не открывайте. Не поддаётся дверь. А эта поддаётся? Ну пока что мягкий был скример, давай честно, да? С ребёнком был мягкий скримерок. Опа. Летс плей, мазафака. Нет, я не хочу. Так, он там плачет? Эй, пацан, ты где? Выключено. Эй, паря. Ты чё, ты чё ревёшь, мальчик? Утонул? Ух, блин, всё, всё, мы, 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 мы... Нет, я думал за зеркалье будем сейчас. Поворачивайте объект с помощью вас. Важно, не забывайте всегда запирать двери от чёрной лестницы на замок и оставлять ключ в подсобке. Детям запрещено играть на кухне. Короче, ключ в подсобке от чёрной лестницы. Ясно, выйди, пожалуйста. Совсем не интуитивно тут вот это вот можно выходить. Смотри, я нажимаю на i. Нет? Ну, мы просто прочитали. Как выйти? Не хочет. Странно, а дневник не хочет это забирать. Да кто играется, ты уже задолбал. Выключи нахуй него. Детишки, это вам не... Не игрушки. Или он сейчас сам всё равно заведётся? Заведёшься? Это, это, это шикало. Ну, пошли сюда. Ну, короче, нам нужно по-любому на первый этаж спускаться. Сюда мы не попадём. Опачки. Эта дверь открывается? Естественно, нет. А эта? Понятно. Видно. Ну, замок заперто. Там ключ. Парень сказал... Ну, я надеюсь, что это мальчик, маленький призрак. То, что он сказал, летсплей. Ой, блин. Так, может какая-нибудь дверка ещё новая открылась? Нет? Зачем, вот, делать, объяснить такую вот комнатку? Вот такую. Зачем? До кого это? Ещё и стулья туда ставить. Так, ну, понятное дело, что это заперто. Прыгать мы не умеем. Как бы спуститься на первый этаж не сложно. Да, достаточно просто шагнуть вниз. А наш герой, кстати, сможет это сделать? Да... Да... Ну, брось, ну... Бро, ну... Не туда и не сюда. Серьёзно. Он не хочет туда идти. Может, ломик какой-нибудь есть? Ну, это... Вот это странно. Это даже глупо, я бы сказал. Спрыгнуть нельзя. Просто вот шагнуть туда, сделать шажочек до лестницы. Он не хочет. Ладно, пошли по скриптованным... Пошли по скриптованным скримакам. Ты поддашься или как? Просто она неактивна. Смотри, я нажимаю на E, она не работает. Что-то мне подсказывает, что она должна быть активна. Нет, ты... Ты достань. Я без фонарика никуда. Он бесконечный. И за это большое-большое человеческое спасибо разработчикам. Потому что в противном случае это смерть. Странно, но мы там были. Там ванная. Тут ещё сквозь щели дверные тоже просто... Так, между прочим, свечи-то электрические. Ох, эти звуки все. Всё из этого. Я... Сто процентов... Вот видно то, что Conjuring House. Вот прямо заколдованным домом руководствовались разработчики. И это неплохо. Это неплохо. Эта тема с заколдованными домами, она... Ну, вечная, наверное. Ещё лет сто. Вот через сто лет то же самое будет. Вот встретимся с тобой через сто лет. И будут точно такие же игры делать. Мне кажется, какой-то скрипт не сработал. Ну... Может быть надо... Поворачивай объект и спорь... А, кому? Заходи. А, я думал это та самая первая записка типа с летсплеем. Окей. Вот так вот понадёжнее, я думаю. Слишком... Да ты чё какой... Ну ладно, может быть, именно слишком высоко. Я не могу дотянуться, нужно что-то чешить. А может просто пролезем? Так... Ну может этого сейчас обдерём и... Ей дотянемся. Нужна какая-то палка. Давай думать, какую палку взять. Чем можно дотянуться? На самом деле можно вот тут хорошенечко просто дверь... А, нет, мне уже не приложишь дверь. Там шкаф тоже стоит. Хм... Нужна какая-нибудь палка, крючок. Может быть... У меня же ничего нету, да, такого? Что это? Медальон. Медальон с фотографией внутри. Здесь я и женщина, но лицо не разглядеть. А можно как-нибудь это использовать, открыть? А... Открыть можешь? Не, не открывает. Просто якобы есть. Может музыку включим? С ней как-то поприятнее было. Так, чашечки. А, ну да, кочерга, конечно. Так, наш герой быстро выдыхается. Бегает он, конечно, тоже, как прибитый. Ну ладно. Но вообще, хорошо, хорошее впечатление от игры. Что... А-а-а-а! Серьёзно? Серьёзно? Хорош Что это за звуки Мне кажется, к ним уже надо просто привыкнуть К этим звукам Тут все время будет что-то Ну, такое издавать Оно? Оно Лестница, зашибись Теперь пойдем Ну, задание на первый этаж Ну и пошли на первый этаж Бегать пока не будем Будем спокойно идти Теть Теть Ты там как? 21 августа, 900 год 20 августа, 900 года За день раньше написала Мой любимый Гарольд ушел из жизни И тетя поехала, да? Видимо, у этой женщины начались проблемы после смерти мужа И одно из двух Либо это призрак мужа ее докапывал Так, направо не получилось, значит налево Либо она сама поехала и стала тем самым призраком Это че? Здесь мое имя Э, ты че стучишься, сволочь? Имя мое еще написала Питер Молодец Молодец, женщина, накрыла поляну Да, где еда То есть посуда вся стоит, а где еда-то Господи, вот бы скримак не пропустить А вот я так рассматриваю какие-то мелочи А за ними можно упустить скримак Не знаю, графа хороша Для инди-хоррора прям вообще Зашибись Слушай, 400 рублей, обалдеть Так Сможешь смотреть? Он даже отсюда спрыгнуть не может В канджин-хаусе можно было Но тут не так гнетет Серьезно, тут не так гнетет атмосфера, как там Там прям PCS был с самого начала С первой, наверное, минуты игры Ну, потому что там оно начиналось довольно интенсивно Сама игра начиналась интенсивно Тут не так Питер Это ты? Зачем ты вернулся, Питер? Она ищет тебя А, вот ты где Мамочка, очень зла на тебя Предостережение в столовой Я встретил кого-то Это была маленькая девочка Или, по крайней мере, было на нее похоже Она... Да блин, ну хорош так быстро Так как дневник открой Надо же дочитать А все это... Опа Это откуда такое взялось? А, это он... Ну эффектно, эффектно сделали То, что он не странички переворачивает А видишь, как... Долго, правда, грузится это, но... Эффектно А как мне прочитать? Так, Салу встретил кого-то Это была маленькая девочка Так, она откуда-то знает мое имя И сказала опасаться матери Этот дом кишит привидениями Надо срочно найти выход А наш герой верит, да, в привидения? А давай мы просто не будем верить Вот она вылезет, как ахат Ты скажи, а я в тебя не верю Иди, Джо Может быть, она уйдет? Ну, по-женски так, знаешь, обидится и уйдет Сейчас смотри, кинцо Сейчас кинцо включится Я тебе говорю, вот я тебя вангую Прямо позади нас Мы отойдем, оно включится в спину А, это фото, это не кино Парад Нравится, что Лору много Не долго их части продлилось, сказал он нам А можно уже, мы тоже прочитаем В простом случае, служанки слышали, как я кричал Нет, это не то Долго, долго он Октобер 31, да, оно Хорош 31 октября 900 года Я осталась совершенно одна Все служанки уволились в страхе за свою жизнь Я не могу их винить Если бы я могла убежать из этого дома Мы это читали или нет? Из этого Так, поступил бы так же на их месте Но все, что могло произойти, уже произошло Мне не спрятаться, я не могу спать Я постоянно слышу их голоса и смех А все, что дьявольский Нет, хикика нет, мы слышали Короче, тут надо налево мотать Ну, обычно же мы страничку направо, да, листаем А тут налево Август 17, вот 17 августа 900 года Дорогой дневник Позавчера после этого долгого путешествия Приехал мой Гарольд Я безумно скучала по нему А дети так счастливы Я наконец-то взял семья в сборе Вчера мы весь день провели с семьей Он рассказывал про свои приключения И раздал нам столько подарков Дети в восторге От кукол и игрушек Которые отец нам привез Гарольд немного не здоровится После приезда Думаю, он просто устал Пойду, приготовлю ему горячую ванну По-моему, там был похожий сюжет Не, ну в Харвисе там Это там культ еще какой-то был Я ее так и не прошел Поэтому я могу путать там сюжет Я практически в самом начале сдался там Честно говорю Мне было слишком страшно Я там был вопрос Либо я кончусь Либо мы Шитнички Ах, шитнички Дверь запирают Сзади нас, ну ладно Это нельзя прочитать Понятно, еще один замок Ну, знаешь, по крайней мере Там не должно быть холодно Спасибо, хоть на этом призрак Пустите, черти, черти Ух, бляха, муха Моровая баба из Ведьмака Моровая баба из Ведьмака Я тебе говорю Это моровая баба из Долбанного Ведьмака Сейчас у Пудова сердцебиение появится в кружочек Да, нужно будет точку загонять Нет Ну все, писяд Вот тебе и кончилась атмосфера Сейчас мы будем по большей части убегать от них Что это было? Что это было? Что это появляется в центре экрана? Как Так, он не дает Что читать Видите? Дай-да, читаем там Была мама, о которой предупрежала та девочка Должен быть более осторожным и скрытым Чтобы выйти живым из этого дома Не поверишь мне Только что на мониторе Битый пиксель появился Но я на него нажал И он пропал Красный Красный был битый пиксель Я помню эту лампу Она с секретом Так, чтобы крутить Так, подожди В чем прикол секрета? Пока что непонятно Может быть как-то их надо совместить дырочки? Ну какую-нибудь звездочку Можно совместить в дырочку Чтобы оно вот, знаешь Совпало прям Такое возможно тут? Просто какой еще секрет тут может быть? Ну либо, знаешь Как прикол С клоуном в коробке Типа долго-долго кручу Он в херах, короче Резко потом вылезает И тебя пугает Выйди А я не могу выйти Все, он не выходит Теперь только Либо разгадывай Либо умри Что говорится Ничего не работает Никакие Только W и A Мне кажется Что-то в большую Может быть Подожди Надо осмотреться вообще И по стенам Может куда-то Какая-нибудь правильная звезда Должна упасть И подолгу Посветит Потому что Потому что Сейчас непонятно Выйти главное не дает Грубо потом На это посмотрели Шагите сзади Так Ну хорошо Это она такой звук Сдала Или это часы были Вот Она в принципе Такой звук Сдает Так Ну вот Я стараюсь Сейчас посвятить На какие-то Детские вещи Давай покрутим Подольше Не знаю Я честно говорю Я не понимаю Как это решить Не Это не дело Это не дело Выйди пожалуйста Можешь выйти Напью что ли выход Думаю Это работает как рычаг Сюда как рычаг В смысле работает А если что Выход на кью Нам просто никто Не показал Что это выход На кью Давай просто подумаем Куда оно должно Светить И как То есть Тут тоже Это не просто так Я уверен Куклы эти Блин вонючие Видите Ненавижу Нерзо Страсти Смотри А эта куколка Приколица Вот это вот Движение Ладно Как рычаг Я где-то видел Сломанное бра Может нужно Ставить на место Скорее всего Где ты только Видел сломанное бра Я например Не видел Сломанного бра Спасибо Просто как бы Не стоит еще Забывать о том То что тут все Странный звук Из шкафа Походу За этим шкафом Что-то есть Надо хорошо Осмотреться Я главное Нажал на Е Вход в шкаф До того как Прочитал То что Из шкафа Доносится звук Так Мы сделали Круг Подожди Мы сделали Круг Он говорит За шкафом Что-то есть Можешь его подвинуть Можешь Он так тяжело Двигал Маленький Сундучок И так легко Подвинул Огромный шкаф Окей Нет Нельзя ее Золотать Да иди ты Ух ты Прячется Братан Ну Она слишком Быстро Она прям Бежит На самом деле Гораздо страшнее Это то что Нам говорит Чискамень Чискамень И да, кстати, я мимо шкафа пробежал в ппх. Тут разработчик молодец, он поставил два шкафа тебе. На тот случай, если ты обосрёшься и побежишь не к тому. Джуки? Души умерших никогда не выполняют твою просьбу просто так. Они любят загадки и идут к тебе навстречу только после того, как ты решишь выполнить их просьбу. Обычно эти загадки как-то связаны с их жизнью. Чтобы их разгадать, мне приходилось рыться в их прошлом и узнавать самые разные детали их жизни. Благодаря дневникам это было несложно, но с детьми сложнее. В основном они хотят играть, но игры у них необычные. Иногда мертвые строят барьеры в настоящем, через которые человек не может пройти. Они открывают их только если выполнить их условия. Но надо помнить, что они видят мир совсем иначе. Я понял. А нет? Нормальная вся доска с порванной фотографией. А, всё. Найди. Так, это фотка мамы, да, как я понимаю? Нужно найти четыре кусочка, да? Ну, по идее, четыре кусочка с детьми. Четырнадцатый сентября девятисотого года. Дорогой дневник, я не понимаю, что происходит в этом доме. Я не верю никому. Вчера, проснувшись глубокой ночью, я как обычно пошла проверить деток. Зайдя в комнату, я почувствовал знакомый запах. Такой запах стоял, когда Гарольд возвращался после охоты с добычей. Заглянув под кровать, я обнаружила обезглавленные тела животных. Было так много крови, смешанной с грязью и клочками шерсти. А та вонь! И это всё было под кроватями моих детей. Я забрала детей к себе в комнату, а служанкам приказала всё отмыть здесь. Кто мог устроить такое? Мне кажется, что кто-то пытается намеренно свести меня с ума. Чтобы отобрать единственное, что осталось у меня. Моих детей. Да. Опа! Мертвые животные в детской комнате? Это ужасно! Да, ещё и воняли, наверное. Так, ну давай-ка вставим. Да, да, 4 кусочка будет. Кстати, тут сразу двое детей изображено. Наверное, та девочка и тот мальчик. Обратной дороги, кстати говоря, нет вообще. И где тот канделябр, когда мы должны вставить остаток? Или, подожди, это всё в этой комнате? Ты видишь выход? Я не вижу. Давай осмотримся. Ещё осмотримся. Так, где-то ещё должны быть фотки. Опа! Ещё один кусочек. И ещё один должен быть. Без этого... Может книги? Без этого он нас не выпустит. Там пусто. Там пусто. Очень хорошо, что не пришлось застревать на той загадке с этим светильником. Потому что, мне кажется, чего-то не хватает, чтобы её пройти. А если ей всего хватало, то... Ну, а в смысле? Там просто крутишь и всё. Сейчас выяснится, что где-то... На подоконнике она лежит. На доске. А представляешь, если бы сзади, вот на этой доске, она был кусочек приклеен. Опа! Вот, зашибись. Мне кажется, она сейчас вылезет. Семейное фото. На этой фотографии был я. Значит, это моя семья. Тим и Эли. Это мой брат и сестра. Моя мама... Моя мама, но что за женщина рядом? Где появился рисунок петли? Что-то тут случилось? И я ничего не могу вспомнить. Короче, понятно, мы... Ой, всё вернулось на свои места. Она наверху, что ли? Так, хорошо. Она где-то наверху. Давайте вот так вот сделаем. И со словами, вернее, под мысль о том, что мы шкафные войны, первый взгляд на игру закончим. Если тебе понравилось, скажи, пройдём её, может быть, серии, может быть, на стримах, как решим. Игра хороша, игра атмосферная. В ней есть сюжет. Да, видно, что разработчики заморочились. Вполне себе приемлемая цена. Графа, всё в ней присутствует. Поэтому... Поддержи видос лайком. Обязательно подписывайся на канал, если ты этого ещё не сделал. Пиши свои комментарии. Подписывайся на мой инстаграм и на группу вконтакте. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующих играх. А может быть, в следующей серии по этой игре или на стриме. Всё. Всем пока.